здравствуйте сегодня у нас в гостях за девять мини приехал на сервисное обслуживание наш сервисный центр это самый экономичный асик выпущенный компанией bitmain 300 ватт никаких проблем здесь хеш платы имеют некоторые особенности в частности если обратите внимание на толщину платы слоев здесь гораздо больше чем в предыдущих версиях топология плата очень сложная всего стоит 4 чипа вот значит радиаторы съемные также на термопасте прикреплены они с помощью таких вот пластмассовых фиксаторов соответственно плата может быть обслужена без применения специального инструмента уже не нужно будет там греет приклеивать так далее ну как бы но естественно из-за того что стало сложнее плата нужно быть очень осторожным в работе с этой платой здесь вот имеется очень много блокировочных конденсаторов на тыльной стороне чипов и они тут скажем так могут быть легко сковырены неграмотно значит разъем питания небезызвестный шестипиновый здесь он проблем не вызывает практически не было ни одного случая чтобы он выгорел за малой мощностью проблем нету вот другие проблемы это с сетью бывают него нюансы бывают нюансы значит зависанием то есть он не получает ip-адрес вот была проблема сейчас с этим асиком он не получил ip-адрес из-за чего собственно говоря и пришлось его говорится принести сервисный центр управляющая плата здесь стоит стандартная который уже неоднократно видели такого плана платы значит нюанс такой при сбросе на заводские установки на эту плату нужно подать питание но перед этим нужно зажать кнопку сброса обязательно зажимаете кнопку сброса ждете минуту пока не начнут моргать вот эти светодиоды вместе синхронно после этого ваш асик будет как новенькие установки будут заводские вот ну естественно в нем есть возможности разгона небольшие вот в общем-то заводская прошивка достаточно хорошо там запилена как бы с ней проблем не было вот но последующих версиях они там немного поигрались вот возможности разгона там заблокировали некоторые режимы в первых версиях то можно было играться прошивкой игра за частотами именно с напряжениями последующих версиях они убрали эту функцию поэтому как бы старые версии там на форумах которые лежат они актуальны сейчас в общем то такое устройство вот почистили его тут вентилятор как вот немножко тут нужно привести в порядок ну простя он там а так в общем то один вентилятор отличие других асиков никаких проблем сзади обычная такая вот железная решетка спасибо что посмотрели видеоролик ставьте лайки подписывайтесь всего вам доброго